Здравствуйте, дорогие мои телезрители! Я рад нашей сегодняшней встрече. Честно скажу, я много раз отказывался, потому что я не понимал, как вместить, в общем, довольно большую жизнь и много всяких событий, приключений, фильмов, телепередач, книг. Как все это вместить в это короткое время? Ну, наконец, так сказать, не выдержал, рухнул. Я не знаю, с чего начать. Во-первых, я не знаю степени осведомленности вашей, так сказать, про мою жизнь. Опасно, думаешь, начнешь рассказывать, это все знают. А это или начнешь что-то другое, а это никто не знает. Поэтому я, ну, думаю, что я начну с того, как я пришел 1 сентября 1944 года во ВГИК. Мне к этому дню справили костюм первый, так же, как и остальным моим сокурсникам. Нас было человек 15 там. Это был курс Григория Михайловича Козинцева, который нас набирал. Мы пришли разодетые 1 сентября, начало новой жизни, ВГИК. Военное дело, первый урок. Военрук, его фамилия была Мацкина, я помню до сих пор. Вывел нас рядом, сзади ВГИК, и был стадион текстильщиков, что ли, я сейчас это не помню. Вывел нас всех на гаревую дорожку и сказал, ложись, шел дождик. Грязно было, ужасно. Мы были в самом лучшем, что у нас только существовало. Никто не лег. Тогда он послал нас по тому самому языку матерному, и тут мы все легли. После этого он сказал, по-пластунски шагом марш, и мы поползли по пластунски, по гаревой дорожке. Это была первая встреча с ВГИКом. На следующее занятие по военному делу все ребята, кто-то пришел с фронта, кто-то был инвалидом войны, и кто-то просто, так сказать, смог достать. Все достали справки, что они смертельно больны жуткими страшными болезнями. И только два человека не достали. Это был мой друг Вася Катанян, с которым мы подружились там вообще на всю жизнь, и я. И когда этот Мацкин вошел к нам на следующее занятие по военному делу, то выяснилось, что только два человека, а все остальные смертельно больны. Он сказал, ну с двумя студентами я заниматься не стал. Он сказал Мацкин и ушел. И поэтому у нас не было военного дела. И у Васи Катаняна и у меня в военных билетах был написан рядовой годный необученный солдат. Вообще, в ГИК это было интересное заведение, потому что там преподавали такие люди, как Герасимов, Савченко, Кулешов, Эйзенштейн, Козенцев, Ром. Ну, просто блистательная плеяда. Вообще, занятия были очень интересные, но при этом еще и был марксизм. Это было самое главное, потому что на этом оселке проверялась как бы, ну, благонадежность студентов. Первое занятие по марксизму, педагог меня спрашивает, скажите, а вы не родственник известного меньшевика Рязанова? Ну, врать не буду, я никогда о нем не слышал. Вот. У меня, правда, отец сидел в концлагере, что я как бы не рекламировал, потому что я и так там случайно попал в этот институт. Но я страшно перепугался. Я не знал. Мне потом рассказывали, что в Советском Союзе жил человек по фамилии Троцкий. И когда его спрашивали, скажите, а вы не родственник того самого Троцкого? Он говорил, да что вы, даже не однофамилец. Потому что настоящая фамилия Троцкого была Бронштейн. Я не знал, что настоящая фамилия этого известного меньшевика Рязанова Гальдендал. Если бы я знал, я бы, конечно, тут же, так сказать, что не сказал, что даже не однофамилец вообще, потому что в таких вещах планиатничать не стыдно. Но я не знал, и поэтому этот марксист мне гвоздил, и все время вкатывал двойки, двойки, двойки. Это было страшное дело. Вообще у нас кафедра марксизма и ленизма была очень сильная, но все педагоги были увеченные. Значит, заведующий кафедрой марксизма и ленизма Пудов был хромой, причем ногу потерял не на войне, что важно. Заведующий кафедрой политэкономики Задоев был одноглазый, а преподаватель по марксистско-ленизской эстетике, он был вообще слепой. Значит, и приходил с женой, которая рыскала, так сказать, когда мы сдавали экзамен там в партах, не лежат ли какие-то учебники. Он был стук хороший, он очень слышал, когда мы шуршали, чтобы что-то подсмотреть. Ну, студенты, народ жестокий, они придумали такую новеллу, что как будто Казадоев одноглазый и Пудов одноногий принимают вместе экзамен. И Пудов говорит Казадоеву, слушай, я сейчас выйду, а ты смотри в оба. Он говорит, хорошо, а только ты быстро, одна нога здесь, другая там. Ну, я могу про это рассказывать очень долго, давайте лучше перейдем к допросам, сказал я. Пожалуйста. Эльдар Александрович, какую роль в вашей жизни играл случай? Вот вы согласны с классиком, что случайность есть проявление и дополнение необходимости? Это классик кто, марксист, что ли? Вы знаете, я вам должен сказать, что у меня в жизни было очень много случайного, очень много. Я должен сказать, что случай идет настречу тому, кто ищет этот случай, так мне кажется. Я хотел быть моряком, я начитался там Джека Лондона, Мартин Эдин, Иден, была моя любимая книга. Вообще я хотел быть писателем. Но я понимал, что писать мне не о чем. О чем я могу писать? Об эвакуации, там какие-то... Я же был мальчишкой, школьником, Нижний Тагил, там Самара, тогдашний Куйбышев, там и так далее. Значит, я понимал, что надо стать моряком, поплавать как следует, узнать жизнь и потом писать книги. И я написал в Одесское мореходное училище где-то в июне после окончания 10 класса письмо, что я хочу учиться у них. Ответа не пришло. Выяснилось, я узнал, что оно еще не прибыло из эвакуации. Поэтому надо было куда-то поступать. И вот однажды я случайно действительно на самотеке, это помню, встретил парня, с которым мы вместе кончали 10 класс. И я, не знаю, куда поступать, говорю, ты куда поступаешь? Он говорит, я во ВГИК. Я говорю, это что такое? Я про это никогда не слышал, не мечтал, в кино не ходил, ничего про это не знал. Он говорит, это киноинститут. Я говорю, а что там? Ну, вот я сейчас туда еду, поехали. Мы вскочили в трамвай номер 17 и поехали в Останкино. И там я прочитал, что на актерский факультет нужно было участвовать в самодеятельности, я не участвовал. На операторский надо было тащить свои фотографии. У меня не было фотоаппарата, я снимать не умел. А мысль подать чужие фотографии мне даже в голову не пришла. То, что сейчас бы пришло, наверное, трём четвертям абитуриента, что можно было подать чужие вообще фотографии. Значит, литературные. У меня только были какие-то стихи такие, в общем, собственные. Это для сценарного факультета. И на экономический я не хотел поступать. И единственный факультет, где вроде бы ничего не надо было, это было режиссёрский. Я понял, что это мой факультет. И подал тут же, значит, заявление написал. Буду, думаю, ну, проучусь годик, а потом всё-таки это Одесское мореходное училище вернётся, я перееду в Одессу и стану штурманом дальнего плавания. Когда я подал документы, то выяснилось, что там было 25 человек на место. Хочу сказать, что у меня не было никаких блатов. Мои, значит, родители, значит, отчим был инженером промстальной конструкции, мама была домохозяйкой. Никакого отношения к искусству не было, никаких родственников влиятельных не было, никаких звонков никуда не было. Поэтому я пришёл то, что называется, с улицы. И меня, в общем, с трудом они приняли как бы условно. Условно это означало, что если я зимой в первую же сессию не сдам экзамен по режиссуре или актёрскому мастерству, меня вышвырнут на улицу. Когда был конец второго курса, Григорий Михайлович Козинцев сказал мне, вы знаете, дорогой Элик, нам с вами придётся расстаться. Я говорю, как, почему, в чём дело? Он сказал, вы знаете, вы слишком молоды. Мне было 16,5 лет, когда меня приняли во ВГИК. Тут меня спас ответ. Я говорю, Григорий Михайлович, когда вы меня принимали два года назад, и я был ещё молодже, вы это могли заметить тогда? Была пауза, потом он сделал так. Он сказал, ну ладно, чёрт с вами, учитесь. Так что случайность вот эта. Также случайно я перешёл с кинохроники, на которой я работал, на Мосфильм. Потом был случай, когда я вдруг начал делать телевизионные программы. Случаев в моей жизни было невероятно много. Но надо отдать должность, что как только случай подвёртывался, я его хватал за хвост. Дорогу осилит идущий. Есть такая восточная поговорка. Эльдар Александрович, есть ли на самом деле настоящий режиссёрский характер? И если это так, то как вы его в себе вырабатывали? Есть, есть. Вы знаете, я когда начал работать на Мосфильме и делать картины, я был абсолютно и размазнёй. Совершенно необязательным человеком, значит, нежёстким. Очень прислушался к тому, что говорят. Я очень изменился. Потому что я помню, как я один раз на карнавальной ночи я опоздал. Приехал на час позже. И вошёл в павильон. Там было около 300 человек массовки, которая снималась вот за столиками этого зала. Все актёры там, Ильинский, Гурченко, Белов и так далее, и так далее. Все актёры там были. Значит, операторская группа, осветители. И я шёл и понял, что меня ждали. Ждали час. Мне никто ничего не сказал. Я шёл сквозь трой глаз. Каждые глаза я воспринимал как упрёк. Мне было невероятно стыдно. И это на меня, так сказать, произвело такое впечатление, что я потом никогда не опаздывал. Вообще никогда. И если человек, работающий у меня в съёмочной группе, у меня же так сказать репутация добряка, значит, опаздывал в первый раз, он получал выволочку. Второй раз он уже получал выволочку такую, которую запоминал на всю жизнь. А третий раз он уже опаздывал не в мою съёмочную группу, а в какую-то другую. Меня не интересовало, в какой я этого человека безжалостно увольнял. Это первое. Второе. Очень сложно, когда ты начинаешь делать картину, и вдруг ты понимаешь, что ты ошибся, что ты взял эту актрису или этого актёра, а этот актёр или актриса не тянут. И надо снимать с роли и брать другого. У меня была такая история, когда началась карнавальная ночь. Была очень милая барышня из самодеятельности, очаровательная. Её единогласный утвердил худсоветы. Мне она очень нравилась. Но на третий или четвёртый день я понял, что всё, что она может, она выдала на кинопробах. И я понимал, что надо её снимать с роли, то есть надо подойти к ней и сказать там «Люся», её тоже звали Люся, так же, как и Гурченко, «К сожалению, нам надо с тобой расстаться». Понимаете? И это жутко тяжело. Но это приходится преодолевать. Это приходится преодолевать. И я, значит, снял эту актрису с роли и обратился к Гурченко, которую мы тоже снимали на пробе, кстати. И не взяли потому, что был молодой оператор, который снял так, что она выглядела просто чудовищно. Ну, просто уродец. Надо было уметь так снять её. Понимаете? Я просто тогда после этой пробы понял, что её никто никогда снимать не будет, потому что она невероятно некрасива. Понимаете? Но она была талантлива, она была музыкальна, она актёрски была хорошо. И я обратился к ней. А за это время у меня сменился оператор. Стал уже опытный оператор. И дальше произошло то, что вы видели в картине. С тех пор прошло... Мне не хочется говорить, так сказать, сколько лет, потому что актриса замечательная, молодая и прекрасно так выглядит. Но, тем не менее, это прошло 53 года. И... АПЛОДИСМЕНТЫ И я очень дружу с ней. У нас замечательные с ней добрые дружеские отношения. И много-много... Один раз я снимал оператора с картины своей. Он был болен, но я не подозревал. Мы сняли с ним вместе семь картин. Месяц я не мог уснуть вообще, потому что он мне был как брат, просто как младший брат. И все-таки я это сделал, несмотря ни на что, потому что надо было спасать картину. А потом я узнал, что он просто был тяжело болен. Вообще, таких историй, когда надо было проявлять характер, когда после «Карнавальной ночи» Лацкин и Поляков написали новый сценарий, «Не имей сто рублей». Так сказать, на волне успеха, как «Карнавальной ночи» надо было... И я прочитал сценарий, я понял, я не могу его ставить. А я уже было заявлено, уже был объявлен худсовет, уже собрали группу, я сказал, я делать это не буду. Но меня каких только собак на меня не вершили. Студия что-то не выполнила план там, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, уже потом, у меня уже стал характер, но я не могу сказать, что волка. Но во всяком случае, ни паньки вообще, ни размазни. И, так сказать, он стал очень жесткий, где успех картины, успех работы всегда был во главе. Это было главное. И тут уж не приходилось считаться с какими-то и личными симпатиями, и любовями, и что хотите. Приходилось иногда избавляться от людей, иногда от сценариев, иногда терять вообще соавторов и прочее, прочее. Это выработала, то есть, работа. Она очень жестокая. Она не предполагает вообще, так сказать, быть в ладу и в согласии со всеми. Это невозможно, это не получается. Да, пожалуйста. Ильдар Александрович, вы снимаете на удивление, на редкость музыкальные фильмы, а сами учились в музыке? Играете или поете? Учился, учился, да, учился. Мама меня определила к музыкальной, так сказать, учительнице играть на фортепиано. И когда через месяц она пришла к ней, чтобы заплатить деньги, то выяснилось, что я ни разу там не был. На этом мое учение музыки кончилось, понимаете. И вообще с музыкой у меня отношения очень серьезной, очень сложной. Я себя определяю так, как вот, знаете, бывает такой некрасивый, забитый вообще, никчемный человек, влюбленный в красавицу. Ну, вообще-то, я не знаю, Дину Дурбин, Элизабет Тейлор. Но он понимает свое ничтожество. И эта вот музыка, она... Я очень люблю музыку. Я слушал всегда... Вот у нас была эта черная тарелка, бумажная, значит. Я знал все оперы, и все, кто как композитор, чего, и мог даже петь. Но когда кто-то слышал, как я пою, говорили, только не это. Ну, только не это. Гриша Горин, мой друг прекрасный, замечательный писатель, сказал, что Эльдар может так спеть мелодию, что родная мама, имея в виду композитор, ее не узнает. Я помню свою первую встречу с Анатолием Лепиным, замечательным композитором, когда я пришел на прослушивание музыки, которую он сделал для «Карнавальной ночи». Я дрожал, как осиновый лист. Я не знал, что я ему буду говорить. Но я послушал, значит. Ну, тем не менее, что-то я говорил, и меня поразило, как он внимательно меня слушал, как он согласился со всем, что я сказал, и что-то переделал, какие-то музыкальные номера. Я думаю, боже, какой же я наглец. И это проразовалось довольно долго. Это и с Андреем Петровым было. Но я могу сказать одно. Но я работал с не очень большим количеством композиторов. Это Лепин, это Хренников, это Андрей Петров, с которым я сделал 15 картин. Это потрясающий композитор. Это мой друг. И его такой уход из жизни невероятный. Это человек, которому я очень нуждаюсь. Это милый, деликатный, очаровательный, интеллигентный человек. Потрясающий композитор. Он, так сказать, мелодист. Рождает мелодии все время 15 фильмов. Это 30 лет жизни совместной. Мы с ним все время были на «вы». Только за последние, там, до 3 года до его смерти мы перешли на «ты». И, так сказать, безо. А так Андрей Павлович, Ильдар Александрович, Ля-ля, 5-е, 10-е. Вот. И Микаэл Таравердиев. Ну и вот в итальянской картине был Карло Рустикелли, замечательный их мастер. Просто, ну, один из первой тройки итальянских композиторов вместе с Нина Ротто и Энью Мариконной, вот Карло Рустикелли. Принцип отбора очень у меня элементарный. Если мне музыка этого композитора нравилась, если я хотел бы, чтобы она звучала у меня на магнитофоне, я его и приглашал. Ну, вообще, я, конечно, как бы работал над собой. У меня в машине всё время звучит музыка. Я зарядку каждый день... Между прочим, я каждый день обливаюсь ледяной водой. Два таза такие... А живём мы загородным. И вода зимой просто на 2 градуса 2, наверное. Ужас какой-то. И делаю часовую зарядку. Вот. И зарядку я делаю... Не думайте, что я люблю это делать. Я ненавижу это делать, потому что вы понимали. Значит, и я всегда это делаю под музыку. У меня... Музыка меня как бы окружает. Вот. Так что отношение с музыкой у меня, как бы вот отношение такого преданного, верного, поклонника, влюблённого пожизненно, но не имеющего на это никаких прав. Пожалуйста. Эльдар Александрович, у нас с друзьями традиция. Каждый год 31 числа мы смотрим «Иронию судьбы». Смотрите ли вы? Такой вопрос. И в целом, пересматриваете ли вы свои картины? Вы знаете, нет, потому что я знаю, чем кончается каждое кино. А мне интересно всегда, когда я смотрю картину, мне всегда интересно знать, чем кончается. Если мне не интересно знать, чем кончается фильм, я его и не смотрю. Я его бросаю смотреть где-то посередине или досматриваю, скрипя сердце, не вспоминая больше никогда. Вы знаете, это... Чем отличается билетристика от большой литературы? Не знаете? Нет? Билетристика – это когда интересно, что дальше. А большая литература, для нее это не имеет значения. Это может быть совершенно неинтересно. Вот такую литературу я не очень люблю, потому что надо себя заставлять читать. А мне важно, чтобы автор меня увлек, чтобы я так не мог оторваться от книжки. Я вообще должен вам сказать, что я очень много читал. Я начал читать в три года. В общем, в школе я читал так много, что меня в классе называли «Ходячая энциклопедия». К сожалению, там потом я стал читать поменьше, но все равно до сих пор каждый день, каждый вечер, я час-полтора перед сном обязательно читаю. И это огромное наслаждение. Я благодаря чтению очень грамотный человек, потому что я просто знаю, как буквы пишутся, понимаете? Это очень важно. И потом это ты узнаешь очень много нового. И я в конечном итоге стал писателем, потому что у меня, в общем, наверное, так что-то 15-18 книг вышло, там стихи, мемуары, сценарии, пьесы и так далее, и так далее. Очень хочется, чтобы люди читали. В нашей стране, которая была самая читающая, а сейчас самая торгующая, понимаете? Это меня очень беспокоит. Потому что раньше в трамваях, троллейбусах, метро, автобусах, люди читали, 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 читали. Потрясающе, понимаете? Сейчас они торгуют, 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 спекулируют и так далее. Сейчас это «спекулируют» не называется. Это сейчас называется иначе. Это же типа бизнесменства что-то такое. Да. Яр Александрович, а кто именно вас учил в режиссёре, режиссёрском мастерству? Курс набирал от Григория Михайловича Козинцева. На первом занятии он сказал, я буду учить вас думать. Если вы научитесь этому процессу, то до всего остального вы дойдёте сами. Мысль, конечно, интересная, но научить Аполтасову думать, это не так было просто. Кроме того, он жил в Ленинграде, то, что сейчас называется Санкт-Петербург. И он иногда приезжал к нам раза два в семестр, снимали все остальные занятия, и мы занимались только режиссурой. Но расправлялся он с нами очень. Вот, например, я помню, я поставил такой отрывок из новеллы Стендаля «Вани на Ванине». Он посмотрел, у меня там плащи были, так вставали, ну-ну-ну. Он посмотрел и сказал, да, из жизни графов и князьёв. Или вот мой друг Вася Катаян, который поставил отрывок из романа «Льва Толстого в воскресенье». Тогда в ГИК тоже только приехал из эвакуации, там не было мебели. Он в дом достал какую-то скамейку и стол и посадил, значит, не Хлюдова на стол, а Катюшу Маслову, актрису, на стол. Значит, Козинск сказал, а вы почему посадили Катюшу Маслову на стол? Бедный Вася, вместо того, чтобы сказать правду, что нету мебели и пришлось посадить на то, что можно, он решил под это подложить какую-то идею. Он сказал, ну, я хотел показать, что Катюша морально выше не Хлюдова. Козинцев помолчал, сказал, ну, так вы друзили бы её на шкаф. Один раз я играл молодого Горького в рассказе «Барышня и дурак». Значит, партнёршей моей была актриса, с курса, который там на два или три курса старше. Значит, она играла проститутку. Я играл молодого Горького, который, как бы там, говорил с ней на всякие важные, философские, серьёзные темы, а не занимался тем, чем принято заниматься с проституткой, значит. И сказал, да, скажите, он спросил мою режиссёршу Наташу Собору, а что вы? Сказали, что играть Рязанову. Ну, Рязанов, он вообще пробный камень её чувств. Ага. Он говорит, так вы и сказали Рязанову, чтобы он играл пробный камень. Про отрывок Латифа Сафарова по незаконченному роману Лермонтова «Вадима», он сказал, ну, это вообще солдатский театр в Гомеле времён Достоевского. Самое прекрасное, это он, значит, посмотрев кинофильм, уже маленький, «Жди меня», по Константину Симонову, который сделал меня Миндорму. Все эти резиденты, ошибка резидента, пропавшая экспедиция, он много сделал картин. Он был хорошим, вполне режиссёром, но тогда он был студентом. Козинцев ему сказал так, понимаете, Веня, сначала Симонов написал замечательное стихотворение «Жди меня», потом была пьеса «Жди меня», и это было похуже. А потом сделали фильм «Жди меня», а вот после фильма выпустили «Адекалон». Так вот у вас, Веня, «Адекалон». А потом произошла такая вещь, в конце второго курса к нам пришёл Сергей Михайлович Эйзенштейн. Он пришёл в состоянии ужасном, после инфаркта, после того, как был запрещён Иван Грозный, вторая серия. Это был человек, которого мы все обожали. Он держался с нами так, как будто он наш старший брат. Мы не испытывали никаких комплексов, что мы учимся у человека, которого знает весь мир. Он очень любил, чтобы студенты приходили к нему домой. Его трёхкомнатная квартира на Потылихе, этот дом снесли потом, естественно, там не было ни одного квадратного сантиметра свободного от книг. Этот человек, сын прибалтийского немца и русской женщины, который родился в Риге, и его отец был архитектором Риги, и очень много там настроил, маленький Серёжа знал три языка с детства, значит, помимо русского, английский, немецкий и французский, знал так, как свои. Вот в книгах было всё, включая ванну, туалет, прихожую, все комнаты. Это было невероятно. И он всё это читал, он знал, где какая книга находится и так далее, и так далее. Он относился ко мне действительно замечательно. Ну, начнём с того, что он мне дарил книги. Сергей Михайлович мне подарил свою книгу «Иван Грозный». Сценарий. Она была издана в 1944 году, подумайте только, это шла война. Бумага была, что-то жёлтая, коричневая, белая, грязная, вообще мутная. Но там были картинки, кадры из фильма. И он надписал мне. Ещё раз я хочу обратить внимание, книжка, надписанная 6 апреля 1947 года. Мне ещё не было 20 лет, мне было 19 лет. И там было написано «Ильдару Александровичу, проходимцу, тунеядцу, бездельнику, профессор Эйзенштейн». Эту книгу я храню до сих пор. Но там были ещё другие книжки, иронические. Был такой сборник, кстати, о Чаплине. И там было написано в 1947 году тоже. Какой год? 800 лет Москвы, 30 лет революции, 20 лет Эйзенштейн тоже. Ну, Эйзенштейн – это такая фигура, которая вот осталась в сердце у всех нас, кто, так сказать, у него учился. Но, к сожалению, я последний, кто жив, из тех, кто у него учился. Да, кто? Давайте. Эльдар Александрович, из ваших фильмов вышло очень много крылатых фраз. И какая гадость – это ваша заливная рыба, и жениться надо на сироте. Это правильно. Я могу добавить, на сироте не только сверху, но и снизу, чтобы там большого количества детей не было. Скажите, пожалуйста, это было изначально сценарий или рождалось непосредственно на съёмочной площадке? Нет, очень много было сценарий, но что-то рождалось и на съёмочной площадке. Поэтому я очень люблю артистов, которые умеют импровизировать. Например, это у Лиа Хиджаку очень развито, у Андрея Мехкова, у Алисы Фрэндих. И ещё у многих, так сказать, актёров, которые так проникаются образом, характером персонажей, и уже начинают в нём действовать как бы самостоятельно. И я иногда просто провоцировал. Я репетировал как бы в черне. И я, так сказать, репетировав приблизительно, говорил, ребята, а теперь давайте, плывите. И они начинали плыть. Вот, скажем, сцена, где Мехков приходит к Фрэндлих, когда она его встречает в нарядном платье, где он её обливает вином. Эта сцена снималась абсолютно импровизированно. И таких вещей довольно много. Ну, например, я могу сказать, помните, там Яковлю говорит, о, тёпленькая пошла. Это абсолютно фраза артиста, которой шла ледяная вода, чтобы вы просто понимали. У него была своя ирония по этому поводу. А тут, так сказать, сыграло так, как надо. Мы, например, с Брагинским, когда работали, мы договорились, что мы никогда не будем говорить, это я придумал, а это я придумал, а это я, нет, это я, а вот это мы выкинем, потому что это ты придумал. Мы никогда не помнили, кто что придумал. У нас не было ни одного конфликта. У нас было такое правило ВЕТО, которое мы взяли как бы у Организации Объединённых Наций. Если один говорил, мне не нравится, не обсуждалось, это была экономия времени огромная, это отбрасывалось, входило в текст только то, что устраивало обоих. Вообще было полное равенство, значит, ну, пишемся по алфавиту, деньги пополам, значит, если мы сегодня работали у меня, то завтра мы работаем у него, если мы два дня подряд работали у него, то потом мы два дня подряд работаем у меня. Это было абсолютно нерушимое правило. Мы иногда расходились, значит, потому что, как бы, это не нравилось мне или ему, ну, работали порознь, но в общей сложности 35 лет на совместную работу у нас ушло, и я просто счастлив, что у нас получился такой альянс, говоря по-заграничному. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Александрович, что же это за процесс сочинительства вдвоём, и как возникают сюжеты у вас? Ну, это дело мучительное, во-первых, значит. Мы вообще встретились с ним случайно, как бы для одной картины, вообще на один сюжет. И сидели мы и думали, что бы написать. Это было у меня после гусарской баллады, у Брагинского, я сейчас не помню, после у него какой-то пьесы. И мы, значит, с ним сидели и смотрели друг на друга. Этот процесс потом повторялся очень часто. И один говорит, вот мне, я вспомнил такой случай. Другой, значит, быстро встрепенулся, подумал, да, ну, не, не годится. А вот я, так сказать, ну, это натолкнул на какой-то другой, значит. Другой говорит, а вот я вот слышал такую историю. Другой, очень оживляется, говорит, не, не, не годится. Короче говоря, вот историю про то, как человек угонял машины у людей, живущих на нетрудовые доходы, а деньги переводил в детские дома, мы как-то набрели на третий или четвертый день таких совместных тупых посиделок. И поняли, что вот этот сюжет, ну, мы можем, так сказать, вроде бы, осилить, он нравится обоим. Тут важно, потому что сложность заключается в том, что когда мы принимали решение, то мы обрекали себя, ну, минимум, на год. Значит, там, два, три, четыре, бывает, по-разному месяцу написание, а потом еще год картина делается, понимаете. Мы писали сценарий. Сценарий назывался «Угнали машину». Он писался специально на Юрия Никулина. И вдруг выясняется, что Никулин уезжает не то в Аргентину, не то в Бразилию на полгода на гастроли, потому что его главная работа в цирке, и он ее не может бросить. И я пошел к министру кино новому, который только пришел к нам из ЦК КПСС. Фамилия у него такая Романов, но к царской фамилии он не имел никакого отношения. Я говорю, вот надо нам освободить Никулин от этих гастролей в Бразилию. Мне это очень сложно. Вот сценарий у нас на него написан. Говорит, ну, дайте мне сценарий, сказал он, что было совершенно естественно. Я тут же ему принес сценарий, и через два дня Алексей Владимирович Романов сказал, сценарий очень плохой. Я не привык к такой откровенности. Прямо скажу. И говорю, а почему? Он говорит, ну, как же, вы что, не понимаете, что кино обладает очень большим заразительным примером. Неужели вы не понимаете, что после вашей картины практически все люди начнут воровать друг у друга машины? Я понял, что нам прислали немыслителя, мягко говоря. Значит, поэтому он говорит, я не буду вам помогать. Более того, сценарий плохой, и мы его законсервируем. И вопрос этой картины как бы был закрыт. Я пришел к Брагинскому, и говорю, что будем делать? Нам обоим жалко было сюжета, нам казалось, что сюжет хороший. И мы решили, что мы по этому сценарию сделаем повесть. И нам очень понравилось работать вдвоем, мы написали эту повесть. Уже была книжка, значит, были какие-то рецензии хорошие. Я ее отдал в ЦК КПСС, там уже работал какой-то толковый человек, значит, Кунисин Георгий Михайлович, который сказал такую фразу, наша слабая организация вам поможет. И благословил нас. Ну, и тут уже Романов не возражал, и нас запустили снова в производство. И снова встал вопрос, кто будет играть. Никулин опять уезжал, на этот раз в Японию, и опять на полгода. И, значит, и это отпадало. И тогда мы стали думать, кто же может играть. И делали мы пробы самых разных, так сказать, людей. Мы снимали, например, Леонида Быкова, замечательный артист. Но это был такой хлопец, мститель москаря. Понимаете? Или мы снимали Куравлева на главную роль тоже, так сказать, Деточкина. Это был мститель с красной пресней, который мстит богачам, но он, так сказать, с какого-то завода с красной пресней. Значит, пробовал я Олега Ефремова. Но это был комиссар. И когда мы посмотрели эту пробу, то наш художник Борис Немечек сказал, «Ребята, это же волк в овечьей шкуре». Олег очень пытался играть мягко, но он привык играть комсоргов, комиссаров, следователей. И скрыть это было невозможно. Из него, так сказать, с каждой перфорацией выпирал будущий руководитель МХАТа, художественный руководитель современника, так сказать, человек очень сильный, волевой. И я его пригласил сразу на роль следователя. И он, вообще-то, его не очень хотел, но я вспоминаю разговор с ним. С ним очень с большой симпатией, потому что он согласился и, значит, сыграл наследователя. Я понял, что надо обращаться к Смоктуновскому. А Смоктуновский был занят. Он играл в двух фильмах роль Владимира Ильича Ленина. Один фильм назывался «На одной планете», а другой – «Первый посетитель». И он не мог просто приехать даже на пробу. У него грим занимал пять часов, потому что он был совсем не похож. Ему надо было делать лысину, и он после этого не мог ни пить, ни есть, потому что выступал пот, и надо было снова полную перегримировку делать. А потом, после пятичасового грима, восемь часов, да еще плюс перерыв, девять часов рабочей смены, и у него уже начинался, вообще-то, туберкулез в глаз. Но он еще не знал об этом, и я об этом не знал. Короче говоря, тогда я поступил так, как не поступает. Я собрал операторов, художника, костюмера, гримера, и приехал в Ленинград, в Санкт-Петербург, на Ленфильм. И вот после сложной смены в Ленфильмовском павильоне, где он играл Ильича, значит, мы снимали с ним пробу. Когда его гримеровали, я сидел у него гримером, он говорил, посмотри, я же совсем не похож на него, я же вылитый Вальтер Ульбрехт. Он говорит, я не хочу это играть, потому что это невозможно. Но мне сказали, квартиру хочешь получить? Ленинскую премию получить хочешь? Я хочу посмотреть на любого из вас, дорогие мои, кто бы кинул камень в Иннокентии Михайловича в этой ситуации, когда советская власть окружилась со всех сторон, как опоясывающий лишай. И после этого мы сняли пробу. И проба была не очень хорошая, но в пробе было главное. Я верил этому человеку, потому что почему не годился Леонид Быков или Куравлёв, или Ефремов ещё? Потому что главный персонаж фильма «Берегися автомобилей» был, конечно, с тараканами в голове. Но кто нормальный человек будет рисковать жизнью, свободой, воровать, потом деньги отправлять в детские дома, себе оставлять только суточные проездные? Ну, это, в общем, ведь не даром же, когда Ефремов в фильме спросит, слушайте, а вы не псих? Он говорит, нет, нет, у меня и справка есть. Я хочу спросить вас, у вас у каждого есть справка, что вы не псих? Вдруг я получаю телеграмму, после пробы от Иннокентия Михайловича у него ухудшилось состояние, что он играть не может. И тогда я, совершая поступок ещё раз, насчёт случая, или, так сказать, режиссёрского характера, вот это-то, я еду в Ленинград, в Питер. Я знаю, что он болен и живёт на даче. Я взял такси и поехал где-то за 100 километров от Санкт-Петербурга, шёл дождь, и потом Кеша описывал, что он спал, и он проснулся и, говорит, увидел кошмар. Он увидел огромного толстого человека, по баллоне которого текла вода. Я сулил ему всё, что угодно, и няньку, и что мы снимем дачу, там под Москвой, ну всё, что угодно, и мы действительно это бы сделали. В это время пришла его жена, Соломка, Суломиф, которая, понимая, что Иннокентий Михайлович слаб, и актёры вообще многие похожи на женщин, так сказать, складом характера, они любят, чтобы их уговаривали, они как бы, так сказать, любят ушами, как говорится, значит, и что он как бы сдаёт позиции, она бросала на него, так сказать, презрительные, пренебрежительные взгляды, но она совершила одну большую ошибку. Она мне приготовила яичницу. Я съел яичницу и понял, что я не уйду отсюда никогда, пока я не вырву согласие с Мактуновского. И он слабел-слабел и сказал, ну ладно, я хорошо, я согласен. Я говорю, Киш, это замечательно, но ты понимаешь, всё дело в том, что у нас на студии «Мосфильм» лежит твоя телеграмма с отказом, а это документ. Если я сейчас приеду и скажу, что ты согласен, то мне никто не поверит, понимаешь? Поэтому напиши, пожалуйста, расписку. Уже в конце картины он сказал, ты знаешь, когда я тебя полюбил? Я говорю, нет. Говорит, так вот, я тебя полюбил тогда, когда ты пришёл и сказал, ребята, я не знаю, как снимать эту сцену. Потому что до этого я снимался у режиссёра, который всегда знал, как надо снимать сцену, хотя мы все актёры понимали, что он не знает, но он делал вид, что знает, не понимая, что мы видим, что он голый. И говорит, ты меня подкупил этим навсегда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok